Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, очень приятно поучаствовать в данной конференции. Я также считаю, что проблема, которая поднималась, и говорили передо мной выступающие, она очень актуальна и напрямую связана еще с одной темой, это обучение наукометрии. Не секрет, что у нас с вами актуальное внедрение показателей наукометрии при определении рейтингов ученых, преподавателей, сотрудников научно-исследовательских институтов, вузов и так далее, а также недостаточной компетентности в области библиометрических показателей, стало причиной повышенной потребности в обучении по данному направлению. Вообще проблема наукометрического образования является причиной многих дискуссий, которые связаны с обсуждением вопросов. Ну, один из вопросов, на каком уровне подготовки специалиста следует изучать данную дисциплину? Или в каком профильном вузе, или точнее, по какому направлению подготовки требуется углубленное обучение? В какой системе образование это будет логично? Нас интересовали, в частности, вузы, обучающие по направлению подготовки библиотечно-информационной деятельности. Поэтому было выявлено 34 вуза, которые реализуют подготовку по программам бакалавриата и магистратуры. Анализ учебных планов, хорошо, что сейчас есть возможность на сайте это посмотреть, а также анализ аннотации дисциплин, рабочих программ дисциплин позволил сделать выбор, что обучение наукометрии и библиометрии ведется, но чаще всего это не отдельная дисциплина, а тема или реже раздел какой-либо дисциплины. Например, приведу, что во всех проанализированных учебных планах бакалавра, бакалавриата по направлению подготовки 510306 есть дисциплина отраслевых информационных ресурсов. И, в общем-то, в основном, она включена, кстати, в базовую часть учебного плана в большинстве учебных заведений, где в большей или меньшей степени уделено внимание научному цитированию. Предусмотрены практические работы с научными базами данных. Если говорить, анализировать другие дисциплины, вот здесь есть, допустим, я хотела привести, допустим, Самарский государственный институт культуры, у них базовая часть, включена дисциплина, мировые информационные ресурсы. Там три зачетных единицы, но, тем не менее, в них есть темы, касающиеся наукометрии. Кстати, Алтайские государственные институт культуры, у них тоже есть интересные предметы, как информационный мониторинг, затем есть агропромышленное информирование, потом информационные ресурсы для работников культуры, немножко по-другому называется. Они тоже в среднем составляют около трех зачетных единиц. Можно, конечно, много приводить примеров, какие дисциплины еще содержат аспекты наукометрии и библиометрии, но отдельные дисциплины у бакалавра, напрямую связанные с изучением библиометрии или наукометрии, нами не было выявлено. Отсюда можно предположить, что у студентов целостной системы знаний по наукометрии и библиометрии, я имею в виду подготовку бакалавра, она все-таки не сложилась, она отсутствует. По направлению подготовки 510406 магистратура, она предусматривает включение в учебные планы наукометрических дисциплины. И говорить о значимости данных знаний для современного библиотекаря, в общем-то, не приходится, так как это очевидно. Здесь, конечно, следует отметить московские государственные субкультуры. Они ввели для своих магистрантов в специализации теории, методологии, информационной деятельности, дисциплину наукометрические исследования. Эта дисциплина изучается на 3-м симметрии в объеме 144 часов. Кстати, включена она впервые в учебный план в 2021 году. То есть проанализированные планы ранее данной дисциплины не содержали. Уникальным является, можно назвать, открытие направления подготовки в московском государственном климатическом институте. 51-04-06 – это управление информационными ресурсами и наукометрическими исследованиями в едино-типровой кредит. Очень интересная учебная программа. Кстати, когда был объявлен набор, я рекомендовала своим сотрудникам пройти, поступить, пройти обучение. В принципе, они были согласны, но изучив вступительные испытания, в общем-то, были вынуждены отказаться, так как требовалось очень высокие знания английского языка. К сожалению, это тоже еще одна из проблем подготовки для отечественных кадров. Скажем так, что, возможно, для бакалавра знание наукометрии не обязательно. Но с чем мы сталкиваемся? На практике большая часть работающих специалистов заканчивает только уровень подготовки бакалавриатов. И если взять научные вузовские библиотеки, то, в частности, наша вузовская библиотека, у нас имеется Центр наукометрии при библиотеке, который как раз предусматривает и консультирование преподавателей, акторов, составление отчетов по публикационной активности. Это и загрузка сборников в журналах научной базы данных. И с чем мы сталкиваемся? В конечном итоге приходится учить на месте в процессе работы, либо через систему дополнительного образования. Но, учитывая высокую текучесть кадра, так как заработная плата сотрудников вузовской библиотеке, она невысокая. И после того, как они получат значительный опыт в нашей библиотеке, их активно пытаются переманить в библиотеке с более высоким уровнем заработной платы. Ну, не все так печально, да? Вы знаете, есть положительные моменты. Вот, например, в наукометрии уже включаются учебные планы подготовки аспирантов, причем по разным образовательным программам. Очень много в медицинских вузах, по естественным наукам. В нашем университете, в Туринском университете, для аспирантов также включена дисциплина, но она не целиком посвящена, а в комплексе информационной культуры научных исследований, где предусматривается знакомство с наукометрией. Для ряда ученых, научных и педагогических работников на рынке образовательных услуг предлагается большое количество курсов повышения квалификации. Кстати, в поисковой системе Яндекс при поиске курса нашлось почти 4 миллиона результатов с предложением пройти курсы повышения квалификации по наукометрии. Но анализ курсов показал, что большая часть подготовлена дилетантами, преобладает дистанционная форма проведения в объеме от 16 часов до 72 часов, но в основном преобладает 16, затем 36 часов. Название курсов носит самый разнообразный характер. Например, наукометрия, анализ и оценка научной деятельности в условиях международной деятельности. Или наукометрия, оценка результативности научной деятельности. Или основы наукометрии и так далее. Но при этом тематика лекций, практических занятий, она дублируется. То есть из одних курсов перетекают в других. Разработчиками курсов являются как отдельные авторы, так и коллективы научно-исследовательских институтов. Ведущие вузы, причем независимо от профиля образования. Следует отметить, что библиотеки активно включились в процесс разработки и проведения каких-то курсов. Хотелось бы отметить интересные программы ГПНТБ России, ГПНТБ СОРА, учебно-консультационного центра Нейкор, но ряд других библиотек. И вообще очень интересно, что данный рынок очень активно захватывает вузовские библиотеки. На основе анализа программ курсов выявлена тенденция дифференциации этих курсов по отраслевому признаку. То есть курсы конкретно по наукометрии для ученых медиков, для работников сельского хозяйства, очень много для социологии, для, кстати, для пищевых производств и так далее. Также курсы выделяются по уровню подготовки, для начинающих, продолжающих и так далее. Курсы повышения квалификации действительно должны быть дифференцированы. Либо для библиотечных сотрудников, которые работают с этими базами данных, ведут консультации, им нужны одни компетенции, либо это акторы, которым необходимо умение разместить в личном кабинете, прикрепить статьи при необходимости отследить, пройти регистрацию и так далее. Естественно, что в нашем университете библиотека также включилась в разработку курса повышения квалификации. На сегодняшний момент наукометрия для авторов у нас. На сегодняшний момент мы опробируем эту программу. Желающих обучиться достаточно много, что очень радует. И мы с этим столкнулись, потому что количество консультаций, связанных с наукометрическими показателями среди председователей, аспирантов, в год на одного сотрудника, у нас один сотрудник занимается, составляет около 250 консультаций. Это огромное количество. Это говорит о том, что просто неумение, незнание, не работа цель. Немалую роль играет ценовая политика в выборе курса. Курс предлагается от 2000 до 15 тысяч рублей. Где-то выдается удостоверение, где-то сертификат и так далее. Ну, и я хотела бы подвести итоги, что, конечно, несомненно, включение дисциплины по изучению наукометрии и библиометрии является важным аспектом подготовки библиотечных кадров, причем как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. И это, в свою очередь, требует еще решения одной проблемы. Это подготовка учебно-методического обеспечения, то есть наличие учебников по направлению, с учетом трудовых функций. Это базовое знание, которое получено будет в Луфе, можно будет в дальнейшем обновлять и пополнять на курсах повышения квалификации. Для Крымского государственного университета также идет подготовка по направлению 5103 подготовка библиотечных кадров. И мы в качестве факультатива в этом году запланировали введение дисциплины, связанной с изучением библиометрии. Посмотрим, что из этого получится. Надеемся, что мы каким-то образом решим еще одну проблему, которая стоит перед библиотеками. Спасибо. У меня все.